Песня о Соколе, Старуха и Зергиль, Челкаш, Дед Архип и Лёнька, ну и, наконец, пьеса «На дне», в которой звучат ключевые горьковские слова о человеке будущего. Все эти произведения знакомы нам со школьной скамьи. Для многих писатель является одним из любимых литературных авторов. Стоит ли удивляться, ведь при жизни гений Горького ставился в один ряд с Чеховым и Толстым. Авторский век Алексея Максимовича был нелёгким. Его то ставили на пьедестал, то убирали. Однако проблемы, которые понимал автор, по сей день остаются актуальными. Сегодня, в последнее время, мы просто сами ощущаем о том, что возвращаются к словам Горького, к его мыслям, к мыслям его героев. И они становятся настолько живыми, потому что они откликаются сегодняшнему времени, откликаются тому, о чём мы сегодня ежедневно говорим. Выставка представила зрителю три раздела. Город Горького, гордо рейд буревестник и горький драматург. Каждый раздел знакомит зрителя с основными этапами жизни писателя в его родном Нижнем Новгороде, а также затрагивает историю постановок спектаклей по его произведениям. Проект является межрегиональным и реализован в рамках Ассоциации литературных музеев России и Союза музеев Приволжского федерального округа. Выставка закрепила взаимоотношения Ульяновского и Нижегородского музеев с соглашением о сотрудничестве. Я поздравляю город Ульяновск, жителей и гостей, с тем, что сегодня можно прийти в литературный музей Гончарова и познакомиться с выставкой из литературного музея Максима Горького. И очень хотелось бы, чтобы это сотрудничество было продолжено. Практически все пьесы Горькова сыграны в Нижнем Новгороде. Игрались и продолжают ставиться они и в Ульяновске. Выставочный проект «Родом из Нижнего» был представлен не только в нашем городе. Он собрал публику как в Москве и Санкт-Петербурге, так и во многих других регионах страны. Выставка посетила и европейские города. Оценить экспонаты смог даже итальянские и немецкие зрители. Ульяновцы открыть для себя нового Максима Горького и Алексея Пешкова смогут до 18 мая.